привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман нашей уже традиционной рубрики следующий ремонт вы знаете о том что на лодке с тиковой палубой периодически случаются моменты когда этот тик нужно ремонтировать один из этих моментов это вздутие сикафлекса это та резиночка которая находится в пазах в пазах между планочками тика в этот раз мы будем рассказывать о том как этот сикафлекс заменить на новый и какой вид сикафлекса для этого подходит и в некоторых местах которых постоянно ходишь эта резинка уже оторвана от тика сейчас мы его будем чинить смотрите здесь видно вот здесь уже появилась щель это значит что нету герметичности сюда набивается щель идет вот до этих пор то есть вот эту вот резинку нам нужно отсюда убрать то есть есть специальный инструмент который эта резина срезается такой небольшой резак так ну так как у нас его нету мы это делаем с помощью отвертки вот берем вот здесь вот мы ее поддеваем видите как она выходит и значит что она здесь вообще не держалась потому что резинка сикафлекс который действительно хорошо держался он тут держаться не будет и вот видите сколько мусора из-под него уже выходит то есть мы ее просто берем полностью срезаем там до какого-то момента вот допустим вот до сих пор и вот она вот так вот вынимается потому что с этой стороны она не держалась с этого бортика как вы видите она держится нормально но с этой стороны она не держалась потому что мы ее подрезали только снизу ну мы ее снимаем с большей площади до момента где она еще держится далее нам нужно с бороздки убрать полностью весь сикафлекс с двух сторон мы его снимаем с одной стороны с другой стороны то есть просто нужно убрать его полностью если вы берете немножко тика вот и будет вот такая трапеция это даже лучше потому что сикафлекс будет держаться лучше короче убирается полностью тик полностью резина из тиковой щели берем пылесос и полностью убираем стружки которые набились в щели вот они убраны но в щели еще может остаться мусор поэтому мы берем жесткую щетку и штрябаем убираем остатки тика который был разрушен кстати тик бывает гнилой его тоже надо убирать как кариес есть далее ацетон и наша задача для того чтобы сикафлекс хорошо приклеился внутрь ацетоном смыть полностью обезжирить все что находится внутри если ацетон попадет на тик ничего страшного с этим не произойдет все далее мы ждем пока ацетон испарится и делаем как вот вы видите вот здесь из строительной ленты малярный скотч да мы его обклеиваем вокруг дырки для того чтобы потом убрать и к флексе у нас было все чистенько и красиво вот вы видите мы уже в тех дырках которые у нас есть это сделали но продолжаем пока не заполним абсолютно все вот это обычный сикафлекс обратите внимание видите 291 серия вот цвет черный он нам не подходит потому что для тика 290 это очень важно потому что этот сикафлекс жидкий и он растекается по всем швам а тот это просто твердый сикафлекс как силикон колпачок здесь белый но несмотря на белый вы читаете здесь написано ну а то есть он черный поэтому мы его сейчас прокалываем он должен храниться в холодильнике и заряжаем в этот пистолет вот он просто берем им и аккуратно заполняем и итак его достаточно плотненько туда надавливаем он видите он жидкий поэтому вот так вот его распределяем там может шпатель какой-то у нас просто говно пистолет и он только что сломал ужас ужас чего не сделаешь с помощью заклепочника короче заряжаем обратно сикафлекс теперь он должен работать и продолжаем заниматься тем чем мы занимались то есть мы вот заполняем и распределяем так чтобы они чтобы сикафлекс там достаточно плотно распределился и не было никаких зазоров задача просто заполнить эти щели вот вот так далее мы такими вбивающими движениями пусть его распределяем да распределяем на так чтобы он если где-то еще не попал чтобы он туда под небольшим давлением попал вот оно готово и вот еще достаточно длинный слой то есть у нас получается 1 2 и 3 4 это ты про себя 1 2 3 4 а ну таких да а теперь 24 часа должно пройти до того момента как мы начнем это все снимать и шлифовать и самый важный момент сюда не вступить и не вляпаться ну вот начиная вот это отдирать я еще этого никогда не делал то наш первый опыт поэтому фиге узнают как это будет работать но я видел как это происходит она короче вот так отрывается как раз по стыку а потом мы возьмем диск шлифовочный и просто срежем вместе с верхним слоем а тут вообще получается хорошо ну а потом еще надо чтобы это заполировалась правильно но я думаю что все получится а там где плохо получается мы просто чуть-чуть подрезаем и отрываем вот как получился тут видно эти блестящие полоски вот это те полоски которые получились еще до шлифовки вот следующая вот она ее видно и вот а теперь мы берем шлифовочную машинку и по мануалу нужно брать наждачку сначала восьмидесятку потом сто двадцатую и шлифовочной машинкой и у нас есть вот такая шлифмашинка вот этот крутящийся диск и она еще и вибрирует и три вида наждачки 80 и 120 на самом деле есть еще 240 но по мануалу только идет 80 и 120 давайте посмотрим начнем с восьмидесятки и уберем лишнее восьмидесятка сейчас мы берем 120 120 более тонкую и пройдемся сейчас по здесь она еще чуть-чуть торчит я думаю что вот так она будет не везде ну что попробуем пробуем 240 пробуем 240 ну что ты доволен я очень доволен я тебе больше скажу что у нас в планах есть потом посендить всю палубу чтобы убрать все лишнее потому что все таки уже со временем тигу такую форму принимает но это будет отдельный выпуск потому что там нужно будет еще по срезать сика флекс это уже в следующем выпуске мы будем снимать а пока получается вот так вот покажи крупным планом отлично просто идеально просто идеально друзья спасибо за то что остаетесь с нами смотрите нас смотрите рубрику нашу техническую в которой мы рассказываем о всем всем техническом о ремонтах лодки оставайтесь с нами подписывайтесь не забывайте ставить лайки до встречи в море в море в море и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»